Добрый день, друзья, коллеги! Мы рады приветствовать вас в новом рубрике ТПЭкспресса, рубрике TPMG, посвященной вопросам трансферного ценообразования в Казахстане и в мире в целом. В нашем первом выпуске ТПЭкспресса в 2021 году мы бы хотели подвести итоги 2020 года. В 2020 году мы с вами вместе готовили местную отчетность по трансферному ценообразованию в первый раз. Это было достаточно сложное для всех упражнение. Мы руководствовались теми правилами, которые были подготовлены уполномоченными органами. Мы руководствовались международной практикой, мы руководствовались опытом накопленным по подготовке документации по трансферному ценообразованию и нужно отметить что достаточно много возникало спорных вопросов которые остаются и на сегодняшний день в первую очередь это порядок определения категории сделок да когда нужно было определить разбить все типы сделок на категории для того чтобы определить их материальность вопрос по материальности тоже остается открытым будет ли это материальность какая-то установлена уполномоченным органам который мы ожидали до конца 2020 года на сегодняшний день материальность не установлена значит абсолютно все сделки материальные подпадают под контроль по трансферам ценообразования следовательно и включению местную отчетность поэтому если в 2020 году вы не установили в налоговой учетной политики порог материальности рекомендуем это сделать 2021 году для того чтобы сделки за 2020 год которые будете показывать местные отчетности уже определялись материальность установлены вашим налоговой учетной политики для того чтобы исключить мелкие сделки несущественные нематериальные сделки которые требуют затрат времени но которые не несут существенных материальных рисков случае потенциальной корректировки трансферам ценообразования как же налоговые органы будут проверять но это вопрос остается открытым и для нас тоже мы понимаем что налоговые органы будут накапливать систематизировать изучать информацию сопоставлять информацию ученую из местных местной отчетности от разных налогоплательщиков и сопоставляя эту информацию будут задавать те или иные вопросы поэтому здесь очень важно наверное поделиться опытом подготовки документации по трансферному ценообразованию методов которые мы используем для тех или иных сделок для того чтобы подходы были синхронизированы подходы были одинаковые тогда у нас со стороны проверяющих органов будет гораздо меньше вопросов в части подготовки отчетности на что нужно обратить внимание в 2021 году когда все будем мы готовить отчетный за 2020 год есть такая пословица готовь сани летом а отчетность заранее да поэтому нужно на сейчас уже приступать к анализу сделок и подготовки отчетности за 2020 год подготовить качественную полную со всех сторон обоснованную местную отчетность за короткий период предоставляется достаточно сложно очень большой информации требуется представить переработать проанализировать интерпретировать и положить отчетность как вы заметили отчетность не представляет собой табличную форму куда просто ставится цифра можно сравнить ее с отчетности по мсфо где нужно суждение нужна интерпретация нужны обоснованная позиция выбор и обоснование метода нужно представить расчеты чтобы они удобно читались поэтому на все это требуется время требуется время требуется опыт требуется определенные навыки и инструменты и за короткое время еще раз повторюсь подготовить такую отчетность достаточно проблематично когда же налоговые органы будут смотреть эту отчетность наверное на этот вопрос никто сейчас не ответит я думаю что в ближайший год два три мы можем ожидать вопросы со стороны налоговых органов я думаю вопросы будут возникать в зависимости от фокуса проверяющих на те или иные операции допустим займы или услуги связанных сторон луги консультационные или маркетинговые услуги связанных сторон для налоговых органах это тоже будет первый год когда было получено столько много отчетности им потребуется какое-то время чтобы систематизировать полученную отчетность сопоставить ее я думаю что правильно выработанный подход снимает достаточно много рисков в плане подготовки отчетности каких рисках мы говорим о том что если подходы налогоплательщиков сделкам к рассмотрению них и тех же сделок отличаются соответственно и риски будут возникать поэтому налоговым органам потребуется некоторое время для того чтобы ознакомиться с отчетности сопоставить отчетность можно сказать даже сравнить эту отчетность между налогоплательщиков по тем или иным сделкам и уже точно они начнут задавать вопросы объем информации достаточно большой мы не ожидаем что это будет ближайшее время поэтому еще раз скажу что сдать скорректированную отчетность до проверки возможно и необходимо если вы считаете это нужно и в заключении основываясь на опыте подготовки местной отчетности в 2020 году хотелось бы призвать всех участников международных групп приступить сбору информации необходимой для подготовки отчетности анализу этой информации обоснованию сделок выбором метода уже сейчас спасибо за внимание и следите за нашей рубрикой